И так стою у жизни на краю. Но лик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, бессмертью жизни, жизнь отдай свою. А если ждут нас годы впереди, и в час беды не смолкнет песня эта, пусть будет много в ней тепла и света до края жизни с песнью. Дойди. Угадаете, какие дальше будут слова, или не угадаете? Кто первый вспомнит? Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Нам все дано поступок, мысль и речь. И только это в нашем мире властно. Что значит жить? Жизнь, чтоб жизнь была прекрасна. Своей жизнью жизнь увековечен. Вот так, как жили мы, борясь и смерти не боясь, и как отныне жить тебе и мне, пел палат Бюль-Бюль-Аглы в знаменитом, таком культовом, даже позднесоветском фильме Гусмана «Не бойся я с тобой». Что я сегодня вспомнил? Объявляю начало сегодняшнего выпуска на канале Штельману 24 сентября выпуском «Поэзии». Ну вот первое было стихотворение из этой песни «Как жили мы, борясь». Но, конечно же, не на пустом месте я его вспомнил. Палат Бюль-Бюль-Аглы вчера был уволен с поста посла Республики Азербайджан в Российской Федерации. Он был послом Азербайджана в России более 18 лет. И вот вчера окончательно отозван из Москвы человек, который на горящей башне средневековой пел «Так отныне жить тебе и мне, в небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне». И вот именно так он и провел свои многочисленные каденции в посольстве Азербайджана в Москве, потому что когда Азербайджан сбил российский военный вертолет Ми-24 во время Карабахской войны последней, то что сказал Палат Бюль-Бюль-Аглы на это? Он сказал «На войне, как на войне, всякое может быть». Чем вызвал бурю, просто, как говорится, дипломатическую бурю, потому что оскорбил, понимаешь, высокие чувства россиян, вертолеты которых типа как сбивать нельзя, хотя, конечно, можно, если они летают там, где идет война, а их туда никто не звал, а их в Азербайджан никто, собственно, и не приглашал. Так что Палат Бюль-Бюль-Аглы был, в общем, по большому счету, наш человек, как посол, я имею в виду, как человек, он остался, видимо, нашим человеком, но теперь он уходит, я так понимаю, на заслуженный отдых. Оказывается, ему, кстати, почти 80 лет, так что очень заслуженный Палат Бюль-Бюль-Аглы. Ну, вы помните этот фильм, где Дуров вот так пальцем пробивал бочок и где пел песню «Насилье точит сталь, но сталь его не вечно, а ты душою крепче стали стань, когда крепка рука и цели человечной, рука крошит отточенную сталь». Второе стихотворение совершенно другого рода, скорее, стихотворение издевательское в данной ситуации. «О небо, ветеран в одних обносках, ты служишь нам уже пять тысяч лет, лохмотья туч торчат из дыр сиротских, но солнце – орден, знак твоих побед. Глядишь на земли, что не скучен лоских, банальных декораций пошлый свет, «О небо, ветеран в одних обносках, ты служишь нам уже пять тысяч лет, тебе должно быть весело вверху от наших криков, жалоб, жестов броских, тщеславье и другую шелуху ты видишь в душах низменных и плоских. О небо, ветеран в одних обносках». Это, как вы догадались, хотя кто там, я бы никогда не догадался, стихотворение Аполлинера. Да-да, Гийома Аполлинера, знаменитого поэта. Какого ж, как говорится, Аполлинера вспомнил я сегодня эти стихи? Поясню, поясню. Дело в том, что премьер-министр Буркина-Фасо попросил сегодня у Путина возможности вступить в БРИКС, вот в эту организацию с андусами, китайцами и бразильцами, чтобы вместе бороться с доминированием доллара и евро и реализовывать более справедливые торговые отношения на международной арене. Причем здесь, казалось бы, Аполлинер. А при том, что премьер-министр Буркина-Фасо зовут Аполлинер. Аполлинер Юахим Кельем де Тамбела. И вот эта Тамбела дотамбелилась до того, что обратилась к Путину с просьбой принять Буркину-Фасо в БРИКС. Вот я считаю, что это надо сделать. Причем не просто принять. Потому что, ну что это за БРИКС такой был, когда в нем было 4 или 5 стран? Несерьезная организация. Теперь они напринимали туда всяких Иранов, всяких других странных государств. И им только Буркины-Фасо и не хватало. Я лично считаю. А то что это у них все саммит то в ЮАР, то в Бразилии? Нет уж, вы будьте любезны пожаловать на саммит в Буркина-Фасо. И попробуйте, не приедьте. Да-да-да. И тогда, может быть, Путина там, конечно, не арестуют, потому что Буркина-Фасо не член Римского статута. Но, может быть, хотя бы сожрут в этой самой Буркина-Фасо. А ведь давно я предлагал объединиться Российской Федерации и Буркина-Фасо в единое государство. Российская Буркина-Федерация-Фасо. У них много общего. Собственно, все у них общее. Общая великая культура. Российская Буркина-Федератская фасойская культура. И видите, Аполлинера они тоже очень уважают. Вот такое мрачное будущее ждет Брикс, когда в нее вступит Буркина-Фасо. А теперь серьезно про поэзию. Абсолютно серьезно. Сегодня читаю Нью-Йорк Таймс. И прямо на обложке вижу портрет нашего поэта Сергея Жадана. Его стихи я вам читать не буду. Уже два раза читал. Но приятно увидеть на обложке Нью-Йорк Таймс Сергея Жадана в добром здравии. Я, честно говоря, испугался сначала. Ну, вы понимаете, почему. Но нет, оказалось, заголовок гласит «Ukrainian poet and rock star fights near front and performs behind it». В общем, рассказ о том, как на фронте воюют наш поэт и рок-звезда Сергей Жадан. Я думаю, что то, что американцы это прочитают, они гораздо больше из-за этого поймут об этой войне, поймут, насколько она народная со стороны Украины. и, так сказать, решительный поступок, давайте так скромно назовем Сергея Жадана, то, что он пошел на фронт, будучи поэтом, так сказать, приобретет еще один дополнительный смысл, кроме чисто военного. Смысл символический. Смысл, показывающий миру всю справедливость нашей войны против кровавого врага. Вот такая была семиминутка поэзии в начале выпуска «Штельман за сегодня». Вы вчера не исполнили мою просьбу, к сожалению. Не смогли сделать так, чтобы на канале «Штельман» стало 520 тысяч подписчиков. Именно поэтому у меня сегодня такое с утра лирическое настроение, то есть безрадостное, такая, как вам сказать. В общем, страдаю как блок. Я страдаю как блок. Да. Но комментарии, вы, может быть, попробуйте как-то уменьшить мои в этом смысле страдания. Подпишитесь на канал уже «Штельман», кто еще не подписан. Но мои страдания уменьшены были вчера комментарием, который я набрал больше всего лайков. Комментарий под вчерашним видео. Тысячу лайков, по-моему, набрал. Комментарий от Ларисы Ларисы. И вот что пишет Лариса Лариса. Я прочитала википедию о «Штельмане» и офигела, насколько он образованный, профессиональный, сколько у него регалий, где он только не побывал и где только не работал. А передо мной сидит обычный, доступный, говорящий на понятном языке человек. Мне кажется, он живет со мной в одном подъезде, выгуливает собаку, выносит мусор, несет в пакетах еду. Михаил, я уже взрослая тетенька? Я от вас в восторге, обожаю, слушаю на одном дыхании и все понимаю. Здоровья, удачи подписчиков, полного отсутствия хейта, неиссякаемого позитива. Ну, Лариса Лариса, во-первых, я понимаю, что вы взрослая тетенька. Насколько вы взрослая тетенька, потому что юзер у вас Лариса Лариса 1970. Я думаю, это не потому, что у вас 1970 кошек, правда? С одной стороны. С другой стороны, ну перестаньте, какой неиссякаемый позитив? Вы не слышите ни одного слова позитива на этом канале. Я абсолютный, трезвый, как вы знаете, реалист. Ну, спасибо, Лариса, за эти приятные слова. Мне бы еще почитать эту Википедию. Я, честно говоря, ничего вот этого, то, что вы пишете, в ней про себя не нашел. Там так, какие-то обрывочные буквально фразы. Может, кто из редакторов допишет эту Википедию, дополнит до того, что рассказывает Лариса. А остальные тем временем дополнят канал Шетельман до, наконец-то, 520 тысяч подписчиков. Пожалуйста, уже 520 тысяч подписчиков. Так нужны мне прямо сейчас. Скоро вернусь в Украину, и что я на таможне. Меня спрашивают, вы куда? В Киев. А у вас 520 тысяч подписчиков есть? Нет, скажу я. И что вы тогда претесь, скажет мне таможенник. Что вы тогда претесь? Ну, я все равно приеду, все равно. Знаю, что сейчас в Киеве нелегко, особенно прямо сейчас, когда я записываю этот ролик. Это примерно 3 часа дня, 24 сентября. И прямо сейчас тревога воздушная. Причем, похоже, по какому-то совершенно неимоверному поводу, прилетел самолет Як-130 из Беларуси учебный. А мы его, похоже, решили пока не сбивать. Типа решили дружить с этими самыми, с летчиками белорусскими. А что не сбивать, не знаю. Ну, ладно, это пока предварительные выводы наших ПВО, предварительные выводы наших телеграм-каналов боевых, что летит на нас учебный самолет, подчеркну, белорусская армия Як-130, то есть явно заблудившийся учебный самолет. А, кстати, в это же время совершенно не заблудившийся, совершенно не учебный дрон ударил по центру города Таганрог в Российской Федерации тоже. Результаты вы узнаете только вечером. Я еще прямо сейчас это наблюдаю в прямом эфире, поэтому не знаю, что там произошло, но про войну мы сейчас поговорим, конечно, и про другое тоже. Начну с нескольких новостей из Российской Федерации, как я теперь называю, из Российской Буркина Федерации ФАСО. Значит, вот это меня порадовало больше всего, потому что прямая угроза. Знаете, на прошлой неделе меня в расстрельные списки внес фонд борьбы с козявками. А теперь вот, правительство России одобрило введение наказания для иностранцев за русофобию. Вот как. Кабмин подготовил положительный проект Российской Федерации, проект официального отзыва, официального отзыва на проект закона о введении уголовной ответственности за русофобию для иностранцев за рубежом. Я подумал, о, я как раз иностранец за рубежом. Сообщило в понедельник агентство Интерфакс. Уголовный кодекс планируется ввести новую статью 136.1. Русофобия. Русофобия. Уголовная статья. Русофобия. Мужеложество практически, да? Первая часть будет предусматривать ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами Российской Федерации, иностранцами, в том числе должностными лицами, в отношении россиянина, а также проживающего постоянно в стране, лица безгражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России. Вот давайте сосредоточимся на этом пункте. Что же нам с вами, дорогие друзья, теперь грозит, будет по законам и Уголовному кодексу Российской Федерации. То есть, ну, например, нам в Украине вот что грозит. Мы в Украине идем таки по улице. А навстречу, значит, идет кто? Сейчас, 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 сейчас. Россиянин. Или постоянно проживающий в стране, лицо безгражданства. А в какой стране? В России, видимо. Постоянно проживающий в России, лицо безгражданства. То есть, если мы против него что-то скажем, то он тоже считается как бы русофобия. Или соотечественника, не являющегося гражданином России. Вот здесь у них должен быть закон о том, кто такие соотечественники, не являющиеся гражданином России. Вы будете смеяться. Соотечественники, не являющиеся гражданином России, это те, кто говорит по-русски. У них по закону. Если ты говоришь по-русски, то ты соотечественник, не являющий государственным в России. Это у них закон такой в России. Итак, тут сколько всяких кейсов может оказаться. Первое. Если я встретил россиянина и сказал «фурусь дня поганая», то я подпадаю под статью Уголовного кодекса России 136-1 «Русофобия». Как этого избежать? Но, видимо, теперь россиян будут как бы менее охотно пускать в цивилизованные страны. Так получается, само собой. Потому что, не дай бог, случайно встретишь, а попадешь на статью «Русофобия». Понимаете? То есть, теперь россияне будет труднее получить вину. В Украину приехать и так россияне, мягко говоря. Мягко говоря, очень тяжело. Но в другие цивилизованные страны тоже теперь трудно будет въехать, чтобы случайно не вляпаться в русофобию. Не на русофобию случайно. Поэтому проще, чтобы не ходили по улицам, получается, россияне, лица без гражданства и соотечественники. Но дальше начинается эта тема с соотечественниками. С одной стороны. Получается как? Если я, значит, предусматриваю ответ за дискриминационные действия. Если я предприму дискриминационные действия против человека, который в Украине говорит по-русски, то я, получается, по статье 136.1 русофоб. Хотя я не знаю, что такое по российскому закону дискриминационные действия. Например, откажусь с ним говорить по-русски, то я уже русофоб. Так получается? Так получается. Но, с другой стороны, получается, если наоборот, я же тоже, получается, соотечественник по их закону. Правильно? То есть, если ко мне кто-нибудь применит какие-то дискриминационные действия, то получается, уже он или она русофоб. То есть, теперь меня по российскому закону нельзя обижать. В общем, мне кажется, что лучше как-то сразу определиться. И вот как бы, если есть соотечественники, как они их называют, которые желают читаться соотечественниками, они на хаос туда, в Россию, должны ехать в такой ситуации. Ну, потому что нам зачем быть русофобами? Но, правда, есть часть вторая. За публичные призывы к совершению таких действий. То есть, если я у себя на канале скажу, значит, так. Так, встретишь голубого, поцелуй его, он ведь с красным знаменем цвета одного, или там что там? Нет, не так. Встретишь русофоба, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного. Это публичный призыв к совершению таких действий. В общем, мне кажется, очень большое богатство трактовок статьи русофоб. А главное, что у них они устанут штамповать эти самые уголовные дела. Объясню, почему. Ну, например, у нас в Украине по закону обслуживание в общественном секторе на украинском языке. Соответственно, если человек пытается говорить по-русски, ему говорят по-украински, это уже дискриминационные действия. Ринакс – 40 миллионов русофобов. В Латвии – еще 2 миллиона русофобов. В Литве – еще 3 миллиона русофобов. В Польше – еще 40 миллионов русофобов. В Америке – еще 340 миллионов русофобов. В Австралии со своими там десятками миллионов русофобов. Евросоюз – 500 миллионов русофобов, потому что по-русски вообще никого не обслуживают, правильно? И вот вам где-то миллиард, 2, 8 миллиардов русофобов практически. По миру будут ходить. В этом Россия утонет в количестве папок с уголовными делами. Следующая статья Уголовного кодекса. Государственная дума приступила к рассмотрению закона о запрете идеологии бездетности. Движение Child Free. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что дума начала рассматривать поправки к статье о пропаганде ЛГБТ, запрещающей пропаганду осознанного отказа от деторождения. Вот здесь что меня смутило во всей этой истории. Ну пропаганду Child Free запретят в интернете, СМИ, кино и рекламе. Это все понятно. Штраф от 400 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. А иностранцам помимо штрафа будет грозить до 15 суток ареста и выдворения из страны. То есть, понимаете, если вы приедете в Россию без детей, то вас сразу сажают на 15 суток и выдворение из страны плюс 5 миллионов рублей штрафа. А нет, это 400 тысяч рублей штрафа. То есть, готовьте, 4 тысячи долларов, 15 суток, поехал домой. Идеология Child Free. А что вы хотели? Вот, да, иностранцам 15 суток. А местным 15 суток нет, потому что их сразу отправят делать детей. То есть, штраф 400 тысяч рублей, и тут же прям в обезьянник, и там детей делай. Потому что идеология Child Free могут же и женщины, и мужчины, правильно, в одинаковой степени. Хотя, если там получится, что, например, одни мужчины пропагандируют идеологию Child Free, так опять же, кстати, я по ЛГБТ получится, а детей не получится. Все получится совершенно по-другому. Странная история. Но я думаю, что так как, видите, запрещена пропаганда бездетности в кино, запрещена пропаганда бездетности в кино, то я думаю, они будут переделывать фильмы. Помните, когда Горбачев развернул кампанию против алкоголизма, то убрали все сцены пьянок из фильмов, в том числе Иронию Судьбы даже, вырезали сцену пьянки в бане. Помните такую историю, да? И не показывали некие фильмы, потому что там пьют все время. Вот, я думаю, здесь наоборот, здесь будут приделывать детей к героям. То есть, понимаете, значит, тот же ирония судьбы, значит, безалкогольная ирония судьбы, они приходят в баню с детьми. Ну, потому что они же не могут быть бездетными, правильно? Каждый приходит со своим сыном париться в бане. И потом говорят, Павлик с сыном летит или Женя. Женю с сыном сажают в самолет, а там Настя с дочкой. Тут приходит и палец двойняшками. Ну, иначе как, он бездетный, что ли, и палец своим 40 годам, правильно? А в случае в Москве осталась же та первая, как ее не Надя, а вторая это жена Гали, или как ее, тоже с двойняшками. Или с тройняшками, правильно, должна быть? Потому что все фильмы должны быть дополнены по-другому. Никак нельзя. Вот, кстати, Женя Лукашин, или как его звали, да? Нет, Лукашин это в этом. Новосельцев. У Новосельцева мальчик и еще мальчик. Там все хорошо. А где у Фрейндлих тройняшки? У Фрейндлих должны быть тройняшки. Ну, там просто их дорисуют в кабинете. Они будут все время сидеть в кабинете, такие тройняшки. И все как бы нормально, тогда это станет политкорректный фильм. Короче, все кино им придется перейти. А Вицын, Никулина, Мургунов, хотя откуда у них дети? Это же тройственный союз получается вообще ужасный. Это опять статья ЛГБТ. Ну, не знаю. Все фильмы переделают. Все, все. Все фильмы переснять. Нет, переснять дорого. Вставить туда детей. Я помню, как в Индии когда-то пытались, наоборот, сократить рождаемость. И снимали фильмы. Во всех фильмах было муж, жена и двое детей. Чтобы, не дай бог, три запрещено было в фильме снимать. Реально. Чтобы не было пропаганды того, что детей должно быть много. Оказывалось, что детей должно быть мало. Вот сейчас в России будут все персонажи с детьми. Ну, это смешно, прикиньте, да? Вообще, снимать вот сейчас фильм, это одно удовольствие пропагандистки в России. Я заметил, что в любом самом дебильном сериале российском сегодня обязательно поездка в Крым. Точнее, чуть что сразу. Мы в Крым. Мы в Крым. Скоро в Курск область будут ехать, как я уже предупреждал. А вы с детьми едете? Они такие, блин, у нас же с Вадимом и Пушистой какие с детьми. Ну, да, у нас с собой два, и мы там еще сделаем трех по дороге. И мы взяли чемоданы уже для них, для новых детей. Вы куда? Мы едем делать детей в Крым. Вот такую, кстати, им надо рекламу. Да, что, иначе это Child 3 без этого. Просто отдыхаете в Крыму и фотографии прекрасной пары, это нельзя. А вот отдыхаете, делаете детей в Крыму, это правильно. Под украинскими обстрелами, конечно же. В общем, мне кажется, открывается... Причем тут... А вот интересно, эти статьи можно одновременно применять? За пропаганду Child 3 и русофобию. Ну, прикиньте, да, приезжает, значит, иностранец. И начинает, как там сказано, что там... Господи, сейчас я вспомню это слово, простите. Я просто пробил, потому что... Ну, это невозможно, с этой русофобией. Они прям придумали хорошую штуку. Значит, дискриминационные действия, но при этом пропагандируя детей. Это получается, с одной стороны, дискриминационные действия, а с другой стороны, на фоне по почве русофобия, а с другой стороны, пропаганда Child 3. Правильно? Вот, да, грубо-грубо. Но я думаю, что вы придумаете лучшие варианты творчества юных, конкурс запускаем, все внизу. В общем, все эти новости про Российскую Федерацию я озвучивал ради одной фразы, которую встретил сегодня в Фейсбуке у Леонида. Когда они поняли, что проигрывают выборы, они уничтожили оппозицию. Когда они поняли, что проигрывают в интернете, они замедлили YouTube. Но когда они поняли, что проигрывают эволюцию, они запретили Дарвина. Ну, вы помнили, про Дарвина я уже все вчера рассказывал. Кто пропускает такие вещи, как про Дарвина, просто подпишитесь на канал Штельман и никогда ничего не пропустите. Подпишитесь прямо сейчас, поставьте лайк, тем более, что мы будем говорить о любимом фильме многих-многих советских детей, о фильме «Ежик в тумане». Лично я его ненавидел страшно. Это был самый страшный, поганый день в моей жизни. Приходишь из детского сада, 18-15, мультипликационные фильмы, и тебе так «Ежик в тумане», и ты такой «***». Все, конец. Все, все. Хотя бы паровозик из Масленкина, пожалуйста. Хотя бы про ягненка, который, козлика, осленка, который всех нас посчитал. Ну, хотя бы уже. Хотя бы. Хотя бы про цветик-семицветик. Нет-с. «Ежик в тумане». Я про «ну, погоди, не прошу». Но нет, блин. «Ежик в тумане». «Ежик в тумане». «Карусель, карусель». Начинаем рассказ. «Прокатись наш карусель». Так вот. В России выпустили памятные монеты с мультфильмом «Ежик в тумане». Монеты в 25 рублей стали с никелевым покрытием. И монета 3 рубля из серебра. И еще монета 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Все это с картинками из «Ежика в тумане» в честь 53-го юбилея «Ежика в тумане». Но есть нюанс. Знаете, какой? Ну, вот в России по-другому быть не могло. Они украли «Ежика». Они для этих монет украли «Ежика». Реально. То есть вот за русофобию они, значит, будут судить, за «Чай в три» будут судить, а за кражи «Ежиков» не будут судить. Режиссер «Ежик в тумане» Юрий Нарштейн обвинил ЦБ, это Центральный банк России, в воровстве из-за выпуска «Монет с ежиком». Он заявил, что не спросили разрешение на использование образа «Ежика в тумане». Если в краткой форме говорить, то это воровство. Моя жена Франческа Ярбусова, художник всех моих фильмов. Мы с ней сделали пять фильмов. Она по сей пору живет и работает в полном сознании ума и таланта. Они даже у нее не спрашивали. Да и как они могут спрашивать, когда у них какой-то хрен с горы рисует, вернее, срисовывает у Франчески, то есть занимается плагиатом. Режиссер считает, что ЦБ пошел на плагиат по наущению главы Совета директоров Союза мультфильма «Слащевой». Вот такие страшные начались нюансы в России. То есть «Ежика» они реально, понимаете, оплатить не смогли. Все ушло на войну, на снаряды, на танки. Поэтому «Ежика» украл российский Центробанк. То есть теперь российские рубли не только кровавые, но еще и ворованные. Кровавый «Ежик в тумане» стал ворованным ежиком. Это наказание «Ежика в тумане» за мое несчастное детство, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, вот вам Россия во всей России. Все, к серьезным новостям. А то у меня сначала поэзия, потом мультипликация. Господи, русофобия, чайлд-фри. И мы еще наверняка будем про этот чайлд-фри много с вами обсуждать, потому что россияне сейчас вовсю будут зажигать. В Нью-Йорке вчера завершился двухдневный саммит будущего. Сегодня там выступает на Генеральной Ассамблее ООН Байден, завтра Зеленский, а вчера завершился двухдневный саммит будущего. И вот интересные из него новости пришли. Причем, цитирую, по российскому изданию РБК. Значит, саммит начали готовить в 2021 году, чтобы ускорить выполнение существующих обязательств, бла-бла-бла-бла. Так вот дальше. Принят был пакт во имя будущего, чтобы как можно скорее достичь цели устойчивого развития и выполнить Парижское соглашение по климату. А также был принят глобальный цифровой договор. Впервые зафиксирована договоренность о международном управлении искусственным интеллектом, для чего должна быть создана международная научная группа по искусственному интеллекту. Но, да, еще была принята, извините, третья вещь. Декларация будущих поколений, которая призывает избавить потомков от бедствий войны. Ей обязывает страны при принятии решений учитывать интересы их, то есть будущих поколений. То есть, чтобы будущие поколения жили без войны. Вот такая декларация принята на саммите будущего. Но Россия оказалась в числе стран, это сами россияне с гордостью сообщают, высказавшихся против заключения этого пакта. То есть, напомню, в пакте, значит, во имя будущего, цели по климату, цели по управлению искусственным интеллектом и о том, чтобы будущие поколения не воевали. Россия сказала, что она против зам МИДа, зам главы МИДа, то есть зам главы вот этого Сергея Настерыпки-Лаврова, господин Вершинин, сказал, что не было ни одного заседания, где делегации собрались бы за одним столом и вели переговоры по тексту проекта по разделам и параграфам, а в текст с самого начала включили в основном то, что диктовали западные страны. Ну да, это западные страны диктуют, чтобы климат у нас был хороший, чтобы будущие поколения не воевали. Действительно, западные страны. Чтобы искусственный интеллект работал вместо людей. Пусти Россию в декларацию будущих поколений свое вносить в этот самый пакт во имя будущего, чтобы они там написали. Мы приложим все усилия, чтобы все поколения россиян воевали всегда. Это официальная политика России, что они нация там воинов и так далее, и так далее. Вот такая вот интересная позиция у России. То есть даже здесь они не смогли подписаться, потому что диктовали западные страны. Но западные страны так и продиктовали. ООН заприняла просто без россиян. Слава тебе, Господи. А вот интересная, интригующая меня новость пришла из Ирана. Почему интригующая? Потому что, казалось бы, с Ираном-то все ясно, все в одни ворота. Все так однозначно, как только может быть однозначно. И вдруг президент Иран заявляет, Масуд Пезешкиан, ну, во-первых, он заявил, что стремится к переговорам с Западом по поводу войны в Украине. Ох, нифига себе. Не в смысле сказал, что надо выполнить требования России, не присоединился к требованиям Бразилии, не вступил ни там, сказал, что как Брикс вместе с Буркина-Фасова требует, подарите нам херсонскую волость. Нет, нет, нет. Он назвал войну против Украины агрессией президента Ирана, Масуд Пезешкиан, недавно избранный. То есть не зря все-таки Масад чебурахнул этого самого прошлого президента Раисхи. Новый-то президент вдруг решил другую политику абсолютно начать в отношении Украины и в отношении России. Но так получается, исходя из этих заявлений. Президент Пезешкиан отрицает, что его страна предоставляла России баллистические ракеты с момента его вступления в должность в июле 24-го года. Он также пообещал не делать этого и в дальнейшем, но, правда, не упомянул про беспилотники. И сказал, что Иран готов сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры на поне обвинений в поставках ракет. Глава Евросоюза Шан Мишель встретился с Пезешкианом в Нью-Йорке на Генассамблее ООН и во время этой встречи выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так. Вот так. Удивительно. То есть Пезешкиан вдруг дал заднюю. Причем настолько дал, что говорит, да, конечно, мы за мир, мы считаем российскую войну агрессией. То есть это еще одна страна присоединяется к нашему лагерю, что ли? Мы все-таки перехватили Иран каким-то способом? Мы не только иранские ракеты умеем перехватывать, но и всю страну, что ли, перехватили за счет дипломатии. Вот это было бы круто, представьте себе, да? Так может Иран тогда нам ракеты поставит? Ну а что, все равно ракеты они готовили, строили, строили, наконец построили, чтобы передать россиянам. Так пускай передают нам. Ну, кстати, отдельно какое-то издание сегодня написало, что, дескать, иранцы продали россиянам ракеты, не продали пусковые установки. И типа, поэтому это просто такие палки с этим, с порохом. Ну, это не знаю, это уже мало похоже на правду. Но заявление Позышкиана его не выкинешь, от него не отнекаешься. Оно факт, но является фактом. Иран решил сыграть по-другому. Хорошо бы, если бы так. Хорошо бы, если бы так. И еще одна удивительная новость. Тут она тоже непроверенная. Сегодня день еще не только поэзии, но и слухов, да? Она взята из телеграм-канала Невзорова. Он иногда... Его команда публикует как бы не очень проверенную новость, но они честно пишут. Новость не проверена. За что купились по-продаем? Пытаемся проверить. Узнаем, сообщим. Но я... Настолько была приятная новость и настолько ни на что не влияющая, кроме как на нас с вами в ментальном смысле этого слова, что я решил озвучить. Итак. Новость про уничтоженный арсенал ракетной в Тарапце. Специалисты утверждают, что там был уничтожен запас боеприпасов на 3-4 месяца. И для Российского фронта это катастрофа. Также сообщается... Ну, слушайте. Это Норвегия зафиксировала землетрясение, да, в Тарапце. Также сообщается о ликвидации северокорейских и иранских ракет. Но, кроме того, есть основания полагать, что там, в Тарапце, помимо личного состава армии РФ, был уничтожен иранский генерал и министр обороны Ирана Азиз Насир Задле, который приехал в Российскую Федерацию для передачи иранского оружия. Новость требует уточнения, возможно, фейк, разбираемся. Ну, а теперь уже не фейк, теперь уже реальная сводка нашего генштаба. 1400 россиян вчера сложило свои головушки на полях сражения в Украине. 16 танков, 40 БТРов, 61 артиллерийское орудие. То есть продолжается вот этот техникопад, что ли. Ну, технические средства россиян прям массово страдают. Да и людишек русских как-то все больше и больше погибает. Ну, это убитые и раненые, давайте так. На фронте просто с каждым днем уже 645 тысяч россиян. Для сравнения, на канале Штельман 519 тысяч подписчиков. Я ни на что не намекаю. Ни на что не намекаю. Просто поставьте лайки. Лайки. Сегодня ночью 66 ударных беспилотников россияне по нам выпустили. Нет, вру, вру, вру. Выпустили по нам 81 ударный беспилотник, 66 мы сбили и 14 мы приземлили. Соответственно, один таки куда-то к сожалению долетел до своей цели. А вот немного о будущем. Все-таки это был саммит будущего в саммит будущего отложили на потом. Вон был саммит будущего и вот вам рассказы о будущем. Министерство обороны Украины сообщило, что украинские военные обнаруживают еженедельно 12 тысяч целей благодаря искусственному интеллекту. Что такое цели? Склады с боеприпасами, отдельные единицы техники. То есть вот стоит БТР, вот стоит танк, вот стоит там какая-нибудь ракетная установка. Итак, в неделю 12 тысяч целей, ну целей, которые затем для артиллерии, для дронов, для авиации и так далее. И обнаруживают их не люди, а искусственный интеллект. На самом деле люди оперируют с этими дронами, мне кажется. Дальше искусственный интеллект их распознает на этих фотографиях. Вот так обнаруживают украинские военные благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers. Avengers называется эта платформа. Результаты достигают путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер. Благодаря этой самой платформе операторы могут принимать решения быстрее, эффективнее, риск ошибок из-за усталости уменьшается, в то же время платформа продолжает совершать совершенствовать умения распознавания разнообразной техники, БМП, танков, в том числе скрытых в лесных массивах и движущихся. То есть танк стоит в лесу, но человек не узнает на фотографии, что там стоит танк, а искусственный интеллект узнает. не потому, что у него более острый глаз, потому, что он более натренирован. Он понимает, что окей, такая конфигурация это танк в лесу. Не мудрено в каком смысле. Еще до начала нашей войны я знаю, что рентгеновские снимки при анализе рентгеновских снимков обнаружения рака искусственный интеллект стал эффективнее, чем онкологи. Так что, если что, обращайтесь к искусственному интеллекту. Вот видите, также искусственный интеллект стал более эффективен, чем разведчики. Мы продолжаем развивать Avengers, говорит Минобороны, и другие решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать искусственный интеллект решения на беспилотники. А вот Россия, вместо того, чтобы интегрировать в свои беспилотники решения искусственного интеллекта, занимается совершенно другим. Значит, российские военные операторы начали, операторы-беспилотников, начали устанавливать на свои беспилотники камеры заднего вида, прикиньте. Как бы заднеприводные беспилотники, фактически, да? То есть летит беспилотник, у него летчика нет, но есть камеры заднего вида. Зачем? Потому что сзади к ним подкрадывается FPV-дрон, поэтому нужна камера заднего вида. Слушайте, я сижу, слушаю, прямо, ну, вторая мировая война, прямо в бой идут одни старики, помните? Они вот так, а потом в пике и дальше в хвост ему зашел. И вот здесь FPV-дрон входит в хвост российскому беспилотнику. Это же вот так все происходит. И теперь, чтобы в хвост не зашел, камера заднего вида. И тогда, типа, есть шанс, может быть, спастись от FPV-дрона. Значит, обо всем это пишет Defense Express некий. Издание отмечает, что от идеи до реализации этой технологии пришло всего около двух недель. Первый случай применения такой камеры стал известен, когда наши военные приземлили один из таких российских беспилотников. Подбили модель ЗАЛА 4.2.1. И на нем видно миниатюрную камеру, подключенную к специальному устройству российского производства, оснащенному антеннами. Она помогает обнаружить приближение украинских FPV-дронов. В общем, я чувствую, что к концу войны, если эта война когда-нибудь закончится, если эта война когда-нибудь закончится, то у нас тут будет вообще не знаю. У нас тут будут самые развитые технологии в мире. Причем, к сожалению, у россиян тоже будут развитые технологии. Поэтому так важно именно заставить их в результате мирного соглашения уничтожить их армию, как в свое время лишили армии Германию после Первой мировой войны в качестве наказания. Иначе слишком у них будут современные виды вооружений, которые, конечно, доверять в дальнейшем россиянам нельзя после того, что они устроили. А пока у россиян есть шансы дальше все это развивать, потому что Россия решила увеличить военный бюджет со следующего года. Тут я могу похвастаться. Я вам рассказывал весь этот год о военном бюджете России. Я говорил следующее, что они в этом году решили сделать рекордный военный бюджет 33% военной расходы от всего бюджета 33% военной расходы и еще 17% это расходно закрытые статьи ФСБ, ШМСБ и так далее, Росгвардия. Итого 50% на самом деле на войну прямо или косвенно. И я тогда говорил, ну вот хорошо, сейчас уже 50%. А что будет дальше после 50%? Как они сделают больше? Сейчас уже 50% на войну. А как они сделают потом? 60%, 70%, 80%. Тогда что они жрать-то будут? И у них поэтому на 25-й год, вам и Иван Яковин об этом говорил, заложено было меньше бюджет, чем на 24-й. Типа сюда вложено все. Но они поняли, что не справятся. И помните, Путин три дня назад сказал предусмотреть на следующий год военный бюджет не меньше, чем в этом году и наоборот только увеличить. Это было новостью. Прямо сенсацией. И действительно Блумберг сообщает, что Россия решила увеличить военные расходы на следующий год. Значит, в 2025 году планируется увеличить расходы на оборону до 142 миллиардов долларов. В этом году было примерно 110. Ну, максимум 120 по курсу, там, смотря какой курс считать. Остали 142 миллиарда. Это 6,2 волового внутреннего продукта. Но это 40% от всего бюджета Российской Федерации. То есть было 33, стало 40%. Я говорил, у них когда до 100 дойдут и дальше им коза булды, потому что что ты дальше, куда денешься. Так вот, кроме этого, есть еще статья под названием вот эти самые секретные расходы. Сейчас мы ее найдем. На засекреченные или неопределенные статьи выделяется 12 триллионов рублей, а было в прошлом году 11. И это 30% от бюджетных расходов. Так? 30% от бюджетных расходов. То есть в общей сложности россияне, если в этом году они тратили на войну 50% бюджета, в следующем собираются потратить 70%. 70% от бюджета на войну. То есть когда-нибудь предел наступит, потому что в бюджете все равно 100%. В бюджете может быть много миллиардов, но процентов все равно 100%. Вот такая вы дерьмо. По сравнению с 23-м годом, например, расходы на оборону уже увеличены ровно в два раза. Я вот сейчас смотрю график. Два раза. ну если сравнивать например расходы на оборону 25-го года с расходами ну скажем на здравоохранение в России, то я вам скажу, что это равен примерно в 8 раз. То есть в 8 раз больше на оборону, чем на здравоохранение. В 8 раз больше, чем на образование. Решили россияне все-таки все, все, из каждой последней ложки и поварешки сделать танк. Ну, они не первопроходцы, все время Мао Цзэдун такую политику ввел, что каждый этот самый китаец был обязан сдавать металл, ну в смысле каждый китаец был обязан построить в огороде доменную печь маленькую и выплавлять чугун. И знаете, с чем это закончилось? Они выплавляли, когда чугун китайцы, то чугун получался очень плохой, потому что они выплавляли буквально из ложек, мисок, кастрюли и так далее. Во-первых, у них кончились ложки миски и кастрюли, они стали есть голыми руками, так сказать, ну просто с газетки, как они до сих пор в Индии едят. Но когда они переплавляли последние буквально ложки свои, которые фамильные, не серебряные, чугун, ну стальные, то чугун получился отвратительный, плохое качество. Из этого чугуна стали делать самолеты для Албании, но эти самолеты не могли взлететь под собственным весом, они падали под собственным весом. Очень тяжелые албанские самолеты делал Китай. Ну вот надеюсь, что Россию мы доведем до этой стадии, но непонятно, потому что вот я посмотрел опять вот у них сейчас проект, что в 25-м году мы увеличим военные расходы, а в 26-м снова уменьшим. Ну мы разве поверим, что они когда-нибудь уменьшат уже, уменьшить никогда не получается. Что приятно? Приятно отметить, что вот Блумберг сообщает эту историю, одновременно сообщая тот же Блумберг, что Россия ожидает в течение трех лет сокращения нефтегазовых доходов в течение следующих трех лет. Из-за того, что меньше налогов будет браться с Газпрома и падут цены на энергоресурсы. Поэтому, согласно проекту трехлетнего бюджета, источник финансов этот уменьшится на 14% с 2024 по 2027 год. Например, в 2024 году 118 миллиардов от нефтегазовой сферы получит бюджет. 118 миллиардов долларов. То есть ровно столько, сколько идет на войну. Вот столько. А в следующем году, получается, на войну идет больше, чем все нефтегазовые доходы России. Что там россияне говорили? У нас тут нефтегазовая держава, мы на эти деньги построим инфраструктуру, будущее построим. Это вам теперь на саммит будущего. Вы не проголосовали за это решение ООН, теперь у вас вместо будущего вот чугунные самолеты будут. В следующем году, еще раз подчеркну, военные расходы России больше, чем их нефтегазовые доходы. А представьте себе, если бы мир решился и наложил эмбарго по-настоящему на всю нефть и весь газ из России. Вот это была бы победа, потому что тогда бы у них, так сказать, военные расходы превысили бы государственный бюджет. И наоборот, получилось бы не так, что, знаете, каждый месяц пенсионер получает пусть маленькую, но пенсию. Наоборот, каждый месяц ты, если ты пенсионер, должен сдать деньги в бюджет на, так сказать, войну. Правильно? Вот каждый месяц каждый россиянин сдает 10 тысяч рублей, это если пенсионер, на войну. Пенсию он больше не получает, потому что теперь отрицательная пенсия. Пенсия отрицательна за то, что ты россиянин, за то, что тебя защищают законом о защите от русофобии, за то, что тебе больше не пропагандируют child free, ты сдаешь 10 тысяч рублей каждый месяц. Если ты работающий человек, то налоги с тебя больше 100%. То есть, как ты, например, заработал 100 тысяч рублей, с тебя взяли налог 120 тысяч рублей, то есть, как бы, ну, ты ничего не получил и 20 тысяч рублей будь добр, внеси в бюджет. Ну, потому что такая математика, извините, получается в этом. Ну, ничего, у них, я думаю, есть еще большие запасы, потому что 14 граждан Ганы обманом вывезли в Россию, заставили подписать контракты с Министерством обороны России. 14 мужчин из Ганы в августе, в августе уехали из своей страны в Россию, как они думали, на заработке в сельском хозяйстве. 11 из них уже, вероятно, убиты под Харьковом. 11 из 14. Вот так. И мне вспоминается анекдот про гонец. Помните? Песец из Ганы и гонец из Пизы. Вот такой песец из Ганы приехал к россиянам. 14 ганцев приехали воевать, чтобы землю под Харьковым крестьянам отдать. Ну, вот на это они свои бюджеты россияне будут тратить. Других денег у них нет. и других людишек тоже уже нет. Ну и дальше, про что я хотел еще вам уже так поближе к окончанию нашего разговора сказать, это высказывание Зеленского о том, что война как бы типа скоро закончится. Многие сегодня, уверенно, обсуждают, что это мы, как сказал Зеленский, мы ближе к окончанию войны, чем мы думаем. Он заявил это в интервью ABC News. Значит, план победы это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны, заявил Зеленский, находящийся в США. А с ним сейчас все разговаривают, все обсуждают с ним именно план победы. И вот он считает, что согласно этому плану победы окончание войны уже близко. В каком-то другом разговоре или в этом же самом он сказал, что если мы до конца года, до декабря, предпримем все меры, которые указаны в плане победы, то уже, значит, в следующем году война закончится. Это слова Зеленского, которые он там сообщил. Я думаю, ближе к миру, чем мы думаем. Сказать вам, что это меня чем-то обнадежило? Нет. Ну, нет, конечно. Зеленский добавил, что только с сильной позиции Украина может подтолкнуть Путина к прекращению войны. В Кремле уже отреагировали, в Кремле уже сказал этот Песков, что, говорит, война ближе, сказал он в ответ на эти слова, что война может закончиться только тогда, когда Владимир Путин достигнет всех поставленных им целей. Понимаете, не российский народ достигнет целей, даже цель российского народа украсть как можно больше унитазов на этой войне. И тут, в общем-то, неисчерпаемо. Можно воровать и воровать. Но, возможно, у Путина количество украденных детей как-то ограничено его целями или количество женщин, план, который он себе поставил там, возможно, это как-то ограничено. Поэтому он должен выполнить, согласно Пескову, свои сначала поставленные цели. Поэтому, к сожалению, все эти разговоры о том, что план победы закончить войну в следующем году, это такое утешение, которым я бы пока на это утешение никак бы не клевал. Я не верю, что при живом Путине, при Путине, который находится на свободе, будет установлено хотя бы перемирие. И я ничего не говорю о мире. Просто тупо потому, что наши интересы, извините, прямо противоположны. И наши предварительные условия прямо противоположны. Да, мы уже не ставим, конечно, предварительные условия для переговоров вывода российских войск со всей территории Украины. Но уж точно, что мы не будем рассматривать никакого мирного договора, который не предусматривает вывод всех российских войск со территории Украины. А Путин ровно наоборот. Вот и все. Ну и еще одна война, о которой я просто обязан был упомянуть, наверное, это война в Израиле. Сейчас большой риск, что в Израиле начинается большая война с Ливаном. Это не факт. Я зачитаю вам просто небольшое одно сообщение из израильского телеграм-канала Обзиратель ТГ Виталий Новоселов Война на Ближнем Востоке. Итак, друзья, по всей видимости, ближайшие несколько дней будут непростыми. Мы вошли в новый этап войны. Скорее всего, интенсивность обстрелов из Ливана будет расти. Велика вероятность, что прилетит что-нибудь летающее из других сторон из Сирии, Ирака, Йемена. Возможно, и из Ирана. Но это не точно, видите. Уже не точно, потому что президент Ирана это хочет мира, как мы выяснили. Что в связи с этим делать? Хочется протетировать классика спокойствия, только спокойствия. Смотрите, мы ожидали, что когда все это начнется на севере, то по нам полетят тысячи ракет в сутки. Все началось, это уже очевидно. И где? Да, ракеты летят, но их примерно стоили чуть больше в день. Не тысячи, и даже не сотни. В одном залпе их 20-30. Почему? Во-первых, за последние дни уничтожены сотни пусковых остановок, тысячи направляющих, десятки тысяч ракет, которые были готовы к запуску. Во-вторых, при помощи пейджеров, раций и других взрывчатых веществ выведены из строя тысячи боевиков, которые должны были сегодня отправлять ракеты по нам. В-третьих, похоже, что ВВС Израиля настолько плотно контролирует территорию Ливана, что много пусковых установок уничтожается на этапе подготовки или если они все-таки успели нажать на курок сразу же после этого. Так что в целом на севере началось все неплохо. Орнообороны Израиля сообщают, что банк целей в Ливане насчитывает 10 тысяч объектов, но только за вчерашний один день 1300 из них уже уничтожено. 100% военного подостала Хизбалы с воздуха не уничтожить, но с угрозой массированных обстрелов Израиль с масштабным разрешением жертвами на этом этапе справится. Вот похоже на то, что происходит у нас. По-хо-же. Похоже. Похоже, потому что тоже мы боимся часто, пугаемся страшных событий, а выясняется, что наша армия работает, что потенциал российский военный падает, уменьшается. И в общем, хотя нам очень неприятно и очень тяжело, но жить в общем можно. Так же, как и в Израиле можно жить, так же и в Украине можно жить. Вот. Ладно, не буду анонсировать ничего больше на эту тему. Самое последнее, что я хотел сказать на сегодня, пока вы ставите лайки. Наверняка многие из вас пользовались пиратским сайтом Флибуста. И вот сегодня основатели этого сайта, известные под псевдонимом Стивер сообщил, что у него раковая опухоль неприличных размеров, как он пишет. К сожалению, Флибуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам, сообщил человек по имени Стивер. Всем спасибо, было весело, сервер оплатил, еще на несколько лет вперед, ой, на несколько, извините, недель вперед, Флибуста была запущена в 2009 году. Туда загружаются книги на русском и других языках. После многочисленных претензий правовладателей суд в 2016 году вынес решение о пожизненной блокировке Флибуста. И поэтому человек умирает вот так вот, умирает и умирает Флибуста. Скачивайте оттуда, если можете, что успеете, потому что в российских магазинах купить ничего больше не получится. Раньше я покупал в Литросе, теперь не могу, а теперь и Флибуста нет. Так умирает русская культура. Вот так, в буквальном смысле этого слова. Все, всем пока, встретимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok